Готовятся к реорганизациям. Врачебно-физкультурный диспансер Югры в ожидании изменений, которые все еще пока на стадии обсуждений и согласований. Но уже известно, часть тех, кто занимается спортом, будут получать допуски и проходить некоторые обследования в поликлиниках. Ждет ли сокращение сотрудников учреждения и как после ремонта выглядит реабилитационное отделение в Сургутском филиале, узнала Татьяна Расторгуева. Реабилитационное отделение филиала врачебно-физкультурного диспансера в Сургуте обживается в отремонтированном помещении. Плановую реновацию завершили несколько недель назад. Но до этого на закрытые двери залов, лечебной физкультуры и физиотерапии жаловались даже в администрацию губернатора Югры. В лечебном учреждении подчеркивают, помощь уже оказывают и делают это в более современных и комфортных условиях. Небольшое отделение у нас, но у нас представлены в арсенале все виды аппаратной физиотерапии. Это и электролечение, и магнитотерапия, и ультразвуковая терапия, и лазеротерапия. У нас лечебные тренажёры, у нас массаж. То есть эффективно, безопасно и надёжно восстанавливаем. Здесь занимаются не только те, кто восстанавливается после травм, но и спортсмены, которым предстоят соревнования. Если вовремя не уделить внимание связкам и мышцам, атлет может надолго выпасть из тренировочного процесса. Основная задача спортивной реабилитации – это мы как часть тренировочного процесса. То есть давно доказано, что если увеличивать частоту тренировок, интенсивность нагрузок, то больших результатов не добиться. Нужно обязательно помогать организму спортсмена восстанавливаться после нагрузок, подготавливать мышцы, связки сустава к дальнейшим интенсивным нагрузкам. Такую помощь получают в основном профессиональные атлеты и члены сборных команд по различным видам спорта. Начинающим посещать отделение реабилитации нет надобности. Теперь с 1 января в учреждении посетителей станет меньше. Реформа системы здравоохранения предписывает тем, кто только начинает свой путь к большим победам, получать допуски в больницах. Количество спортсменов, которые зачислены на этапах спортивной подготовки и проходят именно углубленное медицинское обследование в диспансере, это около 7-8 тысяч человек в настоящее время. И вот на сегодняшний день, по факту декабря, в декабре прошло порядка 800 человек углубленное медицинское обследование. Для получения справки на ГТО, для сдачи ГТО, для получения справки о возможности заниматься физкультурой и спортом, этим занимаемся мы. У нас для этого есть ставки спортивных врачей, работают спортивные врачи, которые как раз занимаются выдачей таких простых, то есть это не углубленный медицинский осмотр, это по результатам обследования ежегодной диспансеризации, по результатам обследования и наблюдения в поликлинике вы получаете эту справку. Представители некоторых видов спорта негативно отнеслись к предстоящей реформе. С просьбой вмешаться в ситуацию обращались к депутатам городской думы и чиновникам. Дети, которые занимаются всеми видами спорта, будь то единоборство, будь то вообще любые виды спорта, получают большие нагрузки, понимаете? Они должны общаться спортивным врачом. Пристальное наблюдение будет за спортсменами, которые уже подают надежды, за которыми необходимо уже углубленно с медицинской точки зрения наблюдать и какие-то давать рекомендации. Появление спортивных врачей в муниципальных поликлиниках – это следствие полноформатного обсуждения грядущих изменений в работе врачебно-физкультурного диспансера. Его основная функция теперь – проведение углубленных медицинских обследований, текущие и дополнительные осмотры атлетов сборных команд округа, а также их медико-биологическое обеспечение. Сейчас мы, собственно, ждем совместный проект приказа Департамента здравоохранения и Департамента спорта Хмао-Югры, где будут расставлены все точки над «и», и всем будет понятно, кто, куда идет и где, как получать медицинское заключение. В учреждении отмечают, что из-за реформы объем работы сократится. Занимающиеся на втором этапе спортивной подготовки в замену углубленного осмотра пройдут диспансеризацию в поликлиниках. Часть атлетов вместо двухразового УМО будут обследоваться раз в год. Но во врачебно-физкультурном диспансере сумели найти способ не потерять специалистов. Им предложили разъездной характер работы. Медики будут сопровождать сборные команды на тренировках. Уже в январе Центр адаптивного спорта в Сургуте примет у себя врача по спортивной медицине, массажиста и медицинского психолога. Они помогут в подготовке слабослышащих легкоатлетов к поездке на Сурдлимпийские игры, которые пройдут в будущем году в Бразилии. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Владимир Федоров. Сургут. Интерновости. Сургут. Интерновости.